Привет зрители! Добро пожаловать в эксклюзивную рубрику ночной тест-драйв или ночной обзор, потому что скорее мы разговариваем именно про внешний и внутренний вид автомобиля, нежели про его динамику или какие-то иные качества, связанные с движением. Сегодня главное это как освещает путь и что видит водитель изнутри, как салон располагает к себе. Главное, что автомобиль сегодняшнего тестирования очень интересен. Это новейшее Renault Kaleos или Koleos. Я все-таки так и не смог разобраться, как же правильно его называть, поэтому буду говорить на свой лад. Koleos, я думаю, или Kaleos все-таки. Kaleos, ладно, Kaleos, окей. Думаю, вы меня поправите в комментариях и конкретный нормальный обзор уже будет сделан с правильными удалениями. Что ж, очень интересный образец. Наконец-то Renault отошло от своего бюджетного имиджа в нашей стране и предложило что-то реально стоящее. Да, у автомобиля, конечно, есть несколько моментов, которые я бы все-таки добавил, чтобы уж совсем покорить потенциального покупателя, потому что, в принципе, перед нами явный хит. Очевидный, безусловный, потому что он красив и относительно доступен. Порядка двух миллионов рублей за вот эту вот красоту. Честно сказать, другие кроссоверы могут уже расслаблять булки. Их только что, буквально сказать, порвали. Что нас здесь ждет? Это полностью диодный свет главных оптических элементов. Посмотрите, у нас здесь работает ближний и вот дальняя отдельная линза. Сейчас мы ее зажжем чуть-чуть попозже. Видим интересный диодное решение, светный поворотник, то же самое, да. И, к сожалению, вот то, что расстраивает, это обычный ПТФ. Ну, как так, Рено, вот с этой красотой, да, потрясающе. Посмотрите, какой классный дизайн, какая эффективность света. Вы сейчас ее увидите, ну, просто огонь, да. И мы видим обычный ПТФ. Ну, вот тут меня расстройство прям посещает и, ну, как-то, ну, неловко даже. Ну, посмотрите, да, прекрасно. И вот этот синий спектр LED прорывается таким желтым каким-то маревым. Не знаю, не знаю, оставлю только комменты. Посмотрите, свет очень хорош. Сейчас мы по дорожке включим, естественно, включим дальний, чтобы оценить, насколько эффективен этот свет. Да, посмотрите. Вау! Действительно, вау! По мощности, по силе, по эффективности, действительно, кроссовер удался. То есть, да, в ночи я бы сразу бы всем рекомендовал садитесь и буквально разрывайте ночь. Не только красиво, но и эффективно. Далее. У нас классический уже по современным меркам повторитель поворота в корпусе зеркала. Смотрим, что же сзади. И сзади тоже. Тоже у Renault все удалось. И Kaleos буквально, ну, покоряет. Посмотрите. Все по современной моде. Все очень красиво. Вот эти вот прищуренные. Даже мне сложно сказать, да, вот как узор этот интересный называется. Такие галочки. Все светодиодное. За исключением того, что должно быть плавным. Это, могу сказать, для поворота задний ход. Они классические, ламповые. Но очень приятное освещение. В этом фишка. То есть, Renault, видимо, со мной согласна. Не только доступна, но и при этом очень красиво и симпатично. Мы видим ПТФ одиногий такой, оспортивленный по центру. И симметрия абсолютно задних огней, да. Прекрасно. Имеется в виду, конечно, задний ход. Светодиодная подсветка номерного знака. Ну, в целом, я считаю, за внешний вид можно было бы ставить 5, если бы не эти ПТФ. Ну, вот предательски они там желтизной отдают. 5 с минусом поставлю, потому что очень понравилось. Очень понравилось. Очень самобытно, эффективно и красиво. Ну, а теперь посмотрим, что у нас есть сзади. Оценим возможности. И, ну, внутри салона, скажем так, все-таки чуть не хватило, да. Не смотрели, где мои обзоры. Вот, вновь я люблю посамолюбоваться. Видим одинокий всего лишь плафон для салона сзади. Не знаю, честно сказать, ничего не видно. Даже учитывая, что сейчас оптика намного у меня эффективнее для ночного тест-драйва. Хотелось бы хотя бы симметрии, ну и светодиодная часть. Вот по центру бы плафончик сделали бы здесь, цены бы не было. Увы. Увы. Так что для багажника не забалуешь. На счастье кнопочка подсвечивается. Опускаем и идем дальше. Посмотрим. Ну, неужели будет разочарование? Потому что хотелось бы чего-то особенного. И здесь, сразу скажу, все внутри отлично. Подсветка светодиодная. Так что даже забываю, что багажник у нас всего лишь стандартный желтоватый свет. Мы видим эти полосочки. Они заиграют у нас сейчас ночью. Ох, ох, ох. Как здорово сделало Рено. Как здорово разработали этот автомобиль. Ну, действительно, он радует. Он радует, потому что в целом мы видим все необходимое для жизни. Жалко, что вот эта часть никак не подсвечивается. А было бы интересно, да, разъемчики сзади подсветить все-таки. Ну, видите, я уже придираюсь, уже придираюсь. А это совсем лишено всяческого смысла. Потому что, ну, постарались. Постарались, сделали очень хорошо. Эффективно. Сейчас вы оцените всю эту иллюминацию внутри с передней части салона. Прыгаем. Здесь, кстати, у нас ничего такого, чтобы говорил о том, что у нас Рено теперь прям выходит в премиум. Хотел бы какой-нибудь подсветочки здесь. Здесь новый какой-нибудь, либо логотип или еще что-нибудь. Ну, это я опять фантазирую. Видим, есть по нормам. Чтобы никто дверь не оторвал. Специальный подсвечившийся элемент. Что, прыгаем в салон. Прыгаем в салон. Закрываем дверь. Все это дело плавно гаснет. И оцениваем, как у нас здесь внутри. Выключаем разнообразные опции, чтобы у нас ничего нам не мешало. Видим, камера заднего вида. Жалко, что нет кругового обзора. Вот единственное, что. Направляющую завезли. Партроник по кругу завезли. Кругового обзора нет. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Хотя, по современной традиции, можно было бы этого и требовать. Но это уже к дневному тест-драйву. Сейчас, с точки зрения оценки освещенности, с точки зрения того, что у нас здесь и как происходит, ну, все хорошо. Ну, посмотрите, да, все видно. Все так вот подсвечивается. Очень приятно. В ночи вы видите, да, элементы необходимо подсвечиваться. И дверные карманы, и внизу. Ну, прям восторг. Посмотрим, есть ли какие-нибудь еще интересные возможности. К сожалению, вот я сейчас залез в центральный подлокотник, ничего здесь не горит. Вот в некоторый момент все-таки, видимо, не хватило, да, не хватило немножечко запала, не сделали. И вот видим, что в бардачке тоже стандартная лампочка. Сейчас она нам что-нибудь камеры выдаст. Вот, наконец-то. Видим сушечки там, сурочек. Все, что нужно для дальней дороги. Так, едет встречная. Сейчас мы свет выключим, чтобы человек не страдал. Видите, да, четкая граница. Ну, свет бесподобен. Бесподобен свет. Даже, кстати, отсюда и ПТФ не видно. Все замечательно освещает. Новый колес. Продолжаем с салоном. Что у нас здесь, да как? Руль подсвечивается. Кнопочки все подсвечиваются. Даже можно найти управление зеркалами. Все это тоже подсвечивается. И одна единственная автоматическая кнопочка по управлению стеклоподъемниками. Тоже подсвечивается. Немножко есть отражение, мы видим, в стекле. Но, думаю, за это не стоит как-то ругать автомобиль. Это тенденция, скажем так, большинства автомобиля. Даже не буду на это обращать внимание. Тем не менее, раз уж отцветило, ну, скажу об этом. Никак это не мешает. Смотрим, что еще можно здесь увидеть внизу. Во-первых, конечно же, нужно обратиться к мультимедиа. Не всегда этот аспект освещаю, но здесь хотелось бы. Итак, мультимедиа, чем она хороша? Ну, во-первых, очень интересно она сделана. Радио нам тут сейчас не нужно. Но, чтобы не мешало. И уходим. Уходим в настройки. Уходим в очень интересную тему. Надо другой рукой тыкать. Так, меню. Так. И дальше у нас не сюда. Сейчас мы будем искать настройки. Я уж тут немножко поплутаю, потому что поздновато и не очень. Не очень я сейчас соображаю. Сами знаете, ночной тест-драйв требует особых сил. Особых каких-то... Особой конденции. И мы видим, что здесь. Мы видим, что подсветку можно менять. Это очень интересно. Посмотрите. В целом, я бы все-таки к режиму движения это привязал. Потому что вот этот спортивный свет. Ну, хорош. Ё-моё. Ну, прям все. Кажется, здесь сил 300. Педаль в пол. И мы летим. К сожалению, нет. Таких версий не бывает. Но сразу задор есть. Посмотрите. Все теперь у нас такое с красновато-аловатой подсветкой. Волшебно. Волшебно. Причем мы увидим, что подсвечивается буквально все. И можно изменять интенсивность. То есть, кого это парит, мы кнопочки давим. И у нас снижается освещенность. Практически вот до нуля мы, посчитаю, вырубили. Так что, тут все сделано. Возвращаем мы обратно на ура. Спереди, может, чуть сзади. Чтобы ничто не отвлекалось. Если кто-то сзади ребенок отдыхает. И, естественно, желтенький можно свет сделать. Ну, классно. Сиреневый. Зелененький. Очень мне понравилось. Но жалко, что нет спорт-режима. Опять же, хочется, чтобы спорт-режим был. Дело, знаете, когда вас кормят, хочется еще, еще, еще. И ты уже сходишь с ума и требуешь все подряд. Ничего удивительного. И самое интересное, что можно вообще свет дисплея вообще вырубить. Кстати. Его можно вообще вырубить. Осталось только это найти. Где? Видел. Видел, честно. Честно, видел. Сейчас мы это найдем. Где это можно сделать? Как можно? Темный экран. Вот. Пожалуйста. Для тех, кто не любит, когда что-то там горит. Отлично сделано. В общем, за внутреннее убранство тоже хочется поставить 5. Ну, конечно, с минусом. Естественно, с минусом. Потому что, хотя все здорово видно. И панель приборов классно освещается. И все тут как нужно. Даже вот яркостью не хочется никак менять. Она оптимальна. Великолепна, да? И свет вот этот. Ну, здорово. Здорово. Действительно. Тут опять же восторги. Радость. Приятность. И вообще. Здорово сделано. Я не спорю. Кстати, вот тоже часто я не смотрю, как вот здесь дела. Потому что, в целом, часто его нужно ночью поднимать козырек. Да нет, там не часто. Ну, вот тоже есть освещение. Что ж. И вот, да, бросилось в глаза, что есть еще автозатемняемое зеркало заднего вида. Что ж, могу сказать, что очень высокая эффективность. Очень здорово сделано. Ну, только ПТФ-то подкачали. Не важно. Главное, что в целом новейший автомобиль с отличным светом, который порадует вас ночи без вопросов. Ну, и еще не завезли нам адаптивного света с точки зрения, да, каких-то движений. Я не обнаружил, что он как-то меняется. Ну, и дальний тоже нужно руками переключать. Хотя, датчик света есть. Все здесь хорошо. В целом, за свои деньги свет, пожалуй, можно признать лучшим. Ну, за некоторыми этими шероховатостями. В общем, хороший, современный, добротный автомобиль с отличным освещением. Так что, в целом, сейчас уже эти главные оптические элементы дошли до того, что, ну, уже глаз не может отличить. Настолько он хорош. Можно только выделить, когда свет не хватает. Там есть и галоген или еще там что-то недоделали. Ну, бывает, да. Вот некоторые японцы, они поставят ближний у них нормальный, а дальний почему-то галогеновый. Зачем так? Почему? Не знаю. В общем, здорово. Очень я доволен освещением. Я думаю, вы тоже поняли, что, ну, классно сделано. Леально. Ни разу, ни какие-то там ангажированности сразу сейчас понабегают, когда я начинаю рассказывать хорошо про автомобиль, что, мол, опять кто-то занес. Ничего не заносит автопроизводителями. Я специально не общаюсь с пиар-агентствами на тему каких-то денежных обзоров. Ни в коем случае. Продался раз, продашься. С продаж репутации навсегда потеряешь ее. Ну, а в этом, до новых встреч. Пока. Будьте со мной. Смотрите на мои видео. И отмечайте, конечно, то, что вам нравится, то, что не нравится. Рад для вас стараться. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok